Что? Мне надо контур, да, сделать? Нет, наоборот, контур будет потом, а сейчас внутри, просто в любом порядке, от гвоздя до гвоздя. Кисти, краски, с помощью них обычно пишут классические картины, а еще из бисера, кофе, песка, в общем, на что фантазии хватит. А в последнее время все популярнее становится стринг-арт. Мы начали заниматься этим творчеством чуть больше года назад, когда решили сделать креативные подарки для родителей на Новый год и для друзей. И за вот это время сделали более 30 работ. Техника несложная, на доску набивают гвозди в виде задуманного рисунка, а затем по контуру словно струны натягивают нити. Изображение может быть любых цветов и размеров, все зависит от воображения. Эта картина называется «Фибоначчи». Мы вдохновились золотым сечением на готовую основу, на покрашенную доску, уже вот забить гвозди и сделать рисунок. Более двух дней времени занимает. Ребята плетут картины вместе, но обязанности все же разделили. Подготовкой материала, разметкой и забиванием гвоздей занимается Александр. Основа вырезана. Следующий шаг – работа со шлифмашинкой, чтобы холст был гладким и ровным. Я даже делаю по самому торцу, то есть вот так вот провожу, чтобы он не был сильно острый. После шлифовки на доску через миллиметровую бумагу с помощью шила точечно наносят рисунок. Дело остается за малым. После того, как мы подготовили основу, осталось делать самое главное – вбить гвозди. Снимаем эскиз и пытаемся не остаться без пальцев. Так. Ну что ж. Пальцы на месте, гвозди забиты. Холст полностью готов. После нехитрых манипуляций его остается только покрасить. Наталья Жадько, Руслан Хохлов. Утро нового дня. Субтитры создавал DimaTorzok